На этой неделе правящая коалиция в Израиле оказалась на грани серьезного кризиса. Причина закона в всеобщем призыве. Ортодоксальные партии, входящие в правительство Бениамина Нитаняку, фактически перешли на язык ультиматумов. Либо коалиция проводит закон, который приравнивает изучение торы к службе в армии, либо они не поддерживают проект государственного бюджета. Против планов религиозных партий выступила партия «Наш Дом Израиль» во главе с министром обороны Викдором Либерманом. Либерман заявил, что НДИ проголосует против решения коалиции, даже если это приведет в итоге к развалу правительства. В чем суть закона и что требует религиозная партия? Обсудим это с моими гостями в студии. Капитан запаса Дмитрий Булат и Равин Левик-Далевич. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с вас, Леви. Закон, который предлагает религиозные партии, который вроде бы сначала был на повестке дня, потом сошел с повестки, приравнивает изучение торы к службе в армии. Это что? Откуда появилась вообще такая инициатива у религиозных, у ортодоксальных партий? Вообще, вы знаете, я же политикой не занимаюсь. Вы мне объясните, в чем суть, что случилось вообще. Давайте не только вам, я и зрителям скажу. До июля этого года в Израиле должен быть проведен закон о всеобщей воинской обязанности. Это так решил Верховный суд. Религиозные партии не хотят этого закона, но хотят оставаться в коалиции. Вот теперь вопрос. Откуда появилась идея приравнять изучение торы к службе в армии? Смотрите, насчет приравнять или уравнять, это можно долго обсуждать. Вообще, лучше вспомнить всю нашу историю. Мы же видим, что с самого начала... Это можно за 10 минут. Да, мы постараемся. С самого начала, когда была Первая мировая война. Помните, была Первая мировая война? Да, я хорошо знаю историю. 14-18. Ничего подобного. Первая война описана в Торе. Про наши евреи. Третья глава, от Створения мира. Там четыре цари, опять цари, Авраам с ними воюет. Когда он приходит, значит, ему говорит, Шемсы Ноха, Малкицедык, царь Иерусалима, говорит, мы увидели, что Бог с тобой. И дальше, так мы видим, при всех наших войн, есть такая составляющая, одна составляющая всех этих войн, какая-то такая, так сказать, вещь, связь нашего народа с Творцом. Да, с Творцом. Понятно, что изучение торы, это связь очень, так сказать, прямая. И поэтому, поэтому еврейские войны, как они шли всегда, треть воевала, треть учила тору и молилась, треть обеспечивала тыл. Мы же это видим. Так было в истории. Больше всего мы видим, когда мы вышли из Египта и шли по пустыне, 40 лет весь народ занимался изучением торы. Такого не было в истории ни одного народа в мире. Отсюда народе такое уважение вот к этому занятию. Уважение, уважение к... То есть, не занимался изучением, а две трети служили? Не-не-не, еще раз, мы две вещи сказали. Когда вышли из Египта, то весь народ занимался изучением торы, 40 лет, просиживал старинные штаны в Вишире, как сегодня говорят, 40 лет весь народ. А потом, из истории еврейских войн, мы знаем, когда были войны, то треть воевала, треть обеспечивала тыл, треть занималась изучением торы и молилась. Дима, религиозные сегодня не составляют треть службы. Ну, если мы берем религиозных сионистов, ну, вот знаменитая, да, в одной руке тора, в другой руке меч, армии нужны религиозные ортодоксы сегодня, вот в сложившейся ситуации? Потому что закон не подразумевает массовый призыв, но они подразумевают массовую отсрочку. Во-первых, я не понимаю, почему я должен быть я лично и мои коллеги, которые служат в армии, почему он должен быть в той третьей, которая служит, а не в той третьей, которая хочет учиться. Может быть, я тоже хочу учиться, может, это будет не тора, а что-то другое. Ну, если вы пойдете, а, то есть не тора, я понимаю. За те три года, когда я служу, почему мои коллеги-ровесники, которые не служат в армии, учат, что они посчитают нужным? Но, снова же, я не буду ущемлять права, и я хочу сказать, конечно, что ситуация на сегодняшний день значительно изменилась. Если же раньше не призыв как бы не вызывал как такого большого шума, то сегодня количество ультратексальных ребят, которые не служат, но все растет и растет. Поэтому не обратить на это внимание невозможно. Это совершенно другие цифры. Армия нуждается в боевых солдатах. Мы не можем себе позволить заниматься тем, что мы можем большое количество десятки молодых людей не брать. А армия может дать сегодня религиозным все условия для соблюдения традиций, для соблюдения кашрута? Многие религиозные говорят, мы не можем. Мало того, что там девушки рядом с нами служат, так еще и не везде кошерные кухни, и мы не можем продолжать свой образ жизни? Значит, на сегодняшний день армия пытается делать всевозможные попытки. Были созданы несколько единиц, боевых единиц, где служат ультратексальные ребята. Значит, сказать, что эти подразделения, обладая таковыми показателями, вызывают желание у ребят ультратексальных призываться туда, нет. Скажем так, ребята, которые вышли из высших учебных заведений, религиозных, значимых, с красивым именем, они не пойдут туда служить. Вы говорите про, мы говорим не только вы, а мы говорим про ультратексальный сектор. То есть вот у вас, например, черная кипа на голове, это считается ультратексальным, а есть вязаные кипы, да, там служат выходцы из учебных заведений, они составляют, можно сказать, боевую силу армии. Почему тогда эти идут служить, а, например, ортодоксальные не хотят служить, Леви, вот почему? Смотрите, все хотят служить. Давайте подумаем еще раз, просто обратим внимание на то, что происходит сегодня в мире. Наберите сейчас в интернете, прямо наберите, скажем, сколько было служащих там каких-то крупнейших авианосцев Америки и России там 10 лет, и сколько сегодня? В 3-4 раза меньше. Почему? Модернизация армии идет за счет сокращения служащих, а не за счет увеличения. А вот этот призыв всех загнать в армию, это абсолютно немодерная идея. То есть это аргумент, который... Нет, еще раз, идет организация армии за счет компьютерного перевооружения. Это на самом деле так. Сокращение служащих. А вся идея призыва в армию, всех, что будем загнать в армию, это чисто политическая истерия. Любопытно, в правительстве Лапинда, когда все это шум был, единственный человек, который был против всего этого, всей этой истерии, не вмешивался в это, был министр обороны, он прекрасно понимал, что это чисто политический подоплек. Пывший, поширял он, да. Да, да, да. Но надо сказать, что нынешний министр обороны ждет выводов комиссии как раз при его ведомстве, чтобы она как-то разрешила. Но вот одну секундочку, Дим, я хочу еще вас спросить. В ортодоксальной среде сегодня, в Израиле, как относятся к тем, кто все же решает служить в армии? Потому что мы видели, и плюют в их адрес, и обзывают, и говорят, не приходи в форме домой. Они же хотят прийти к родственникам. Есть разные люди, разная степень такта, ума, как в любом обществе. Но, в принципе, надо хорошо понять, да. Вот я смотрю, например, такую книжечку интересную, если можно крупным планом показать. Раф Краус такой был, человек, который спас нас в Ливанской войне. Человек в Штраймере, никогда в жизни не служил в армии, учил всю жизнь Тору. За шесть месяцев получил какие-то компьютерные курсы и создал систему противоракетной обороны, которая спасла нашу армию в Ливанской войне. Позовите его сюда в студию, он живет в браке, ему сейчас под 70 лет. Но это исключение из правила. Нет, смотрите, исключение из правила. Это не исключение из правила, это как раз правило, но уже использовать разумно наши общие силы, религиозных и нерелигиозных, не устраивать политических истерий. Я когда-то был на шеф-броход в Кириат-Малаке, такой город-герой у нас есть, у нас все города-герои. И там выступал человек, работающий в фирме Эльта, который разрабатывает железный купол. Он сказал, у нас из 4 тысяч человек 500 приходят молиться, это очень большой процент. И кто-то из тех 3 тысяч, пока не приходят молиться, сказал, а мы поняли, ваш экипай это наш борзы. Понятно. Экипай это купол. Купол, да. Тяжело не согласиться. На самом деле статистика сегодня, я соглашусь с тем, что политические партии ищут свой электора, дабы представить мы тех, кто защищаем и являемся представителями светского общества и так далее. Это не так, статистика немножко другая. Мне кажется, даже более того, когда политические партии начинают требовать этого требования, это то, что мешает. Я знаю много религиозных... Ультиматум мешает, получается? Вот это ультиматум, все должны служить, давайте равенство всем, это то, что как бы... Понимаете, главные равенные... Это как-то светские предлагают, это ультиматум. Должен вам не нравится это? Я не люблю, когда это сила. Я не люблю, когда это на показуху. Почему? Потому что мы что ожидаем, что главный ведущий равенный выскажется, что ну ладно, дети служить, такого не будет. Хотя, я сейчас говорю, что это очень аккуратно, могу предположить, что многие великие рабоним, да, где-то в закрытых дверях говорят, иди в служи, это тебе поможет, иди в работе. И статистика другая. Но, я хочу заметить, что я встречал, будучи основателем организации помощи солдатам-одиночкам, у нас есть много ребят, которые выросли в религиозных семьях, ультра-атродоксальных. И сегодня они ушли из семей и служат в армии. То есть, их семья отвернулась, получается? Семьи не принимают их. Это больно, это неприятно. Снова же, как мы говорили, есть и есть, да, но, к сожалению, большое количество семей не принимает общество, ультра-атродоксальное общество, не всегда готово принять таких ребят, которые дают такие принадлежения. Армия считает таких ребят одиночками, получается, если их семья отказывается от... В том же, если же он не живет с родителями, если же у него нет контакта и нет общения как такого с родителями, то в большинстве случаев армия принимает их как солдат-одиночек. Да, Левий, пожалуйста. Я вам скажу, смотрите, снова мы говорим о правилах ведения войны. Мы же эту землю завоевали, и Шуабинон ее завоевал. Еще как умели воевать? Умели хорошо воевать. Только армия была вся построена по законам Торы. Это главный вопрос. Когда говорят Геюз, призыв один, очень хорошо, только продолжение. Бог один, и Тора одна. То есть армия будет построена по закону Торы. Это тогда, чем сегодня все закончится? Вот дайте ваш прогноз, чем закончится сегодня. Эти угрожают, как вы сказали, вы не хотите говорить о политике, но они угрожают разлому коалиции. Как закончится это? Я не пророк, пророков пока нет у нас. Я знаю, чем мы закончили. Попробуйте дать прогноз. Но мы должны понимать с вами, что мы должны быть вместе. Этот треугольник должен быть вместе. Я уже не раз эту шутку запускал на вашем телевидении, и, в общем, вы ее слышали. Что министр обороны Израиля сказал вчера, это было 3000 лет тому назад, но это было вчера. Он сказал, имбуху кутайте леху. Мои законы будете изучать, мои заповеди соблюдать. Написано, тогда идите воюйте. Я вам скажу еще одну интересную вещь. На девятке у меня был разговор в Куларах с одним генералом. Здесь вы можете понайти, может быть, его имя. Это было два года, лет назад, чтобы разрешить назвать его имя. Я спросил, скажите, пожалуйста, а можно ли сделать в Израиле профессиональную армию? Я сказал, конечно, можно. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. И кончатся все эти крики, кому служить, кому не служить. Все. Только я сказал, это инструмент политики. Это политический инструмент. Армия будет профессионально, но народная, да, как у нас? Профессионально. Ваш итог. Я думаю, что... Чем закончится это? Сложно говорить, потому что ситуация буквально 50 на 50, как говорится. Есть масса партий, которые поддерживают. Я не знаю, я не хочу брать на себя такую позицию. Но я знаю точно, что если мы, как общество, как армия, будем создавать места и условия, даже не обязательно в армии, есть гражданские службы, которые, больницы, дома, престарелых, если мы будем давать те условия, возможности, дабы не задеть права, то я думаю, что мы большего добьемся. Дмитрий Булат, капитан бригады ГУЛАНИЗАПАСА. Еще полслова, Фурим, полслова, как они победили. Они молились и постелись, пошли воевать и победили. Но сначала учили Тору, собрал бардыхать 20 тысяч детей, учил с ними Тору, а потом пошли воевать и победили. Фурим Самеев. Дмитрий Булат, капитан бригады ГУЛАНИЗАПАСА и Равин Левикдаревич, большое спасибо. Смотрите далее в нашей программе. Накануне важной встречи в Белом доме. Я уверен, что это лишь вопрос времени, когда другие страны присоединятся к важному шагу США. Представит ли Дональд Трамп Бенямину Нитаньягу новую региональную инициативу по достижению мира между евреями и арабами? Новый закон о защите учителей. В Кнессете утверждают инициативу, которая должна остановить насилие против педагогов. Срочно закрыли и неожиданно открыли. Как храм Гроба Господня в старом городе Русалима стал заложником муниципальной политики. Систематическая кампания против церкви и христиан достигла своего пика в этом дискриминационном и российском законе. Русалима